Привет, друзья! С вами Роман и вы на канале Кефир. Фирменный интересный рецепт, я его несколько раз делал, мне и моей семье очень нравится. Погнали готовить! Приготовление цыпленка табака будет состоять из двух стадий. Первая стадия, это значит, нужно замариновать цыпленка. Для этого его сначала разделаем и отобьем. А вторая стадия, это непосредственно его жарка. В чем же принцип цыпленка табака? Самое интересное заключается в том, что цыпленок выравнивается, то есть он отбивается, получается такая плоская котлетка. И когда его жаришь на сливочном масле, получается вкусная корочка, хрустящая, вкус сливочного масла, еще очень много перца. Просто рецепт пальчика оближешь. И по позвоночнику надрезаем. Можно, конечно, это сделать и ножом. Теперь нам нужно отбить цыпленка, для того, чтобы мясо и жир не летал по всей кухне. Взял просто целлофановый пакет. Можно, кстати, взять вот стрейч-пленочку. Так, все, что у нас может разбиться, разлиться, убираем. Так, цыпленок отбит. Его пока уберем в сторону и займемся нашим маринадом. Что мне понадобится? Мне понадобится соли крупной. Мне понадобится черный перец. И это все в ступке перемалываем. Смотрите, друзья, какая у нас фракция получилась. То есть прям не сильно мелкая такая. Так. Перцами, солью мы цыпленка натерли. Теперь добавляем сок половинки лимона. Это обычное растительное масло. Так, и с другой стороны тоже самое. Сок лимона. И растительное масло. Отправляю цыпленка мариноваться минимум 30 минут. Лучше час. Ну, а если времени у вас много, то идеально будет 2 часа, будет еще вкуснее. Друзья, прошел час. Наш цыпленок уже готов. Жарить мы будем на масле. Беру хороший кусочек масла такой. Плиту я уже разогрел. И отправляем нашу цыпленка на лодочку. Цыпленка ваката должна жариться под прессом. Вложим вот так тарелочку. Нам нужен груз. В моем случае это будет петерочка воды. Пятилитровая. Все, огонь ставим чуть ниже среднего. У меня это будет пятерочка. Все жарим минут по 10-15 с каждой стороны. Все зависит от веса курицы. А, смотрите, какая красота. Тут точно так же накрываем тарелочкой. Теперь огонь еще чуть поменьшаю. И так уже жарю. Ну, наверное, еще 10-12 точно буду жарить. А пока жарим наш цыпленок, сделали для него такую глазировку, поля-намаз. У меня здесь есть хороший кетчуп. Наш кетчуп трем. Четыре зубки чеснока. Туда же отправляем чуть больше чайной ложки аджики. Туда же в нашу глазировку-намазку добавляем немножко курицы. Тщательно перемешиваем. Когда цыпленок наш будет почти готов. Мы этой глазировкой его сможем будет очень вкусно, поверьте мне. Наш цыпленок готов. Хрустящая корочка. Давайте попробуем. Прожарился отлично. Мясо все беленькое. Сейчас в самом толстом месте отрежу, где грудка. Смотрите, как все прожарилось. И немножко соуса, который делал. Очень вкусно, сочно. Мне кажется, секрет этого цыпленка в том, что он не сколько жарится, а тушится. И образуется корочка хрустящая. Очень вкусно. Просто не оторваться. Друзья, повторяйте рецепт. Рецепт прямо в копилку. Очень вкусно. Причем очень быстро. Ну, скажем так, с минимальными трудовыми затратами. Потому что не быстро. Но вы все это время можете заниматься своими делами. Я вот, допустим, картошечку сварил. Приятного аппетита, друзья. Повторяйте рецепт. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok